Маниакально-депрессивный психоз. Заболевания продикают в виде маниакальных и депрессивных фаз, разделенных чаще всего интермиссии, в состоянии с полным исчезновением психических расстройств и сохранностью присущих до болезни индивидуальных личностных особенностей. Женщины заболевают в два раза чаще, чем мужчины. Первая манифестация, то есть фаза заболевания, требующая стационирования больного, развивается обычно в возрасте 35-55 лет. Однако ей, как правило, предшествуют достаточно частые, но менее выраженные, стертые аффективные фазы, как маниакальные, так и депрессивные. Маниакальная фаза. Состояние повышенного настроения, двигательного возбуждения, ускоренного темпа мышления, так называемая маниакальная триада. Депрессивная фаза. Подавленное настроение, идиаторная двигательная заторможенность, депрессивная триада, соматические и в первую очередь вегетативные расстройства, нарушения сна, астенические проявления, запоры и т.д. Продолжительность фаз колеблется в широких пределах. В среднем приступы делятся от 2 до 3 до 5-6 месяцев. Со второй половиной жизни приступы обычно удлиняются, принимают затяжной характер. Описаны приступы, длящиеся десятилетиями. Депрессивные фазы обычно продолжительные маниакальных. Фазы маниакально-депрессивного психоза заканчиваются, в отличие от обострений и шизофрении, полным восстановлением психической деятельности, сохранностью прежних индивидуальных свойств личности. Варианты течения маниакально-депрессивного психоза многообразны. Он может протекать в виде периодических депрессий или периодических маний. Монополярный тип. В других случаях наблюдаются сдвоенные фазы, когда один тип фазы, например, депрессивный, сменяется другим, например, маниакальным. И лишь после этого наступает период интермиссии. Биполярный тип. Наиболее часто встречаются циркулярные, непрерывные, континуальные течения психоза. Когда противоположные по асимптоматике фазы заболеваний непрерывно сменяют друг друга без возникновения между ними более или менее выраженного светлого промежутка. Циклотемия. Это более мягкая форма маниакально-депрессивного психоза. Эпидемиологические исследования показывают большую распространенность циклотемии в населении. Судебно-психиатрическая оценка больных определяется периодом болезни, когда было совершено правонарушение. В состоянии интермиссии все эти лица признаются вменяемыми. Если правонарушение совершается больными в состоянии маниакальной или депрессивной фазы, то они могут признаваться невменяемыми. Вопрос о вменяемости или невменяемости в этих случаях зависит от глубины, определяющих данную фазу заболевания расстройств.